10 лет назад, когда украинке Валентине было 65 лет, она родила своего первого ребенка. Тогда это было настоящей сенсацией, которая взволновала не только Украину, но и все страны СНГ. Но, как бывает, постепенно эта история стала утихать, однако остались еще люди, которым до сих пор интересна жизнь пожилой матери и ее дочери, тем более, что старушка привлекает внимание многих своим неадекватным поведением. У Валентины за всю ее жизнь было два брака, однако детей не дало. Ей было страшно оставаться на старости лет одинокой, поэтому она решила исправить эту ситуацию радикально. Она узнала всю информацию о клинике репродукции, цены на ЭКО и стала собирать нужную сумму. 7 лет Валентина ела одну картошку и хлеб, после основной работы подрабатывала. В конце концов, ей удалось собрать нужную сумму, и она обратилась в клинику. Сначала врачи назначили ей лечение гормонами, а далее сделали три попытки искусственного оплодотворения. Третья попытка была успешной, и женщина родила здоровую малышку, которая весила чуть больше трех килограммов. Назвала Валентина дочку Анной Марий. Семье помогали волонтеры, которые говорили, что в захламленной квартире пожилой матери не было даже нужной мебели для ребенка. Валя не разрешала педиатру осматривать малышку, не кормила ее специальными смесями и не покупала подгузники. Гуляла она с ребенком по несколько часов, независимо от погоды. Когда пришло отдавать дочку в детский сад, то Валентина этого не сделала. Также девочка носила одежду, несоответствующую погоде и сезону. До сих пор мама запрещает Анне Марии общаться со сверстниками, так как они могут ее научить плохим вещам. Работники социальной службы по опеке уже несколько раз наведывались к ней с проверками, даже делали попытку лишить ее родительских прав. Но так и не нашли для этого особо веских причин. Соседи рассказывали о вульгарном поведении Валентины, но при этом они не сомневались в ее любви к дочке. Некоторое время женщину подозревали в попрошайничестве, к которому она привлекала дочку, но это не смогли подтвердить. Девочка вовремя пошла в школу. Сначала учителя боялись за девочку в плане социальной адаптации и успеваемости. Но она быстро смогла освоиться и хорошо проявила себя в учебе. Женщина сначала хотела находиться в классе возле дочери на уроках, но учителям удалось отговорить ее от этого. Женщина поделилась в одном из интервью, что ее мечта иметь свою дачу, на которой она сможет посадить яблоню для дочки, а также мечтает о мужчине, который поможет ей воспитывать Анну Марию. Субтитры создавал DimaTorzok